МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь обо всем подробнее. Рязанские аптекари показали образец долга и ответственности перед своим начальством. Закон никого особо не интересует, а вот зарплата превыше всего. Оперативники регионального антинаркотического ведомства проводили проверку аптечного пункта «Долго лет» на улице Шевченко. Есть претензии к этому самому «Долголету» и есть давно, а конкретно в части отпуска кодеиносодержащих препаратов. Была уже история, когда «Долголет» на Шевченко закрывали на 3 месяца. После получения очередной жалобы управление Росздравнадзора была согласована с прокуратурой Рязанской области. Внеплановая проверка. Когда 17 сентября комиссия приступила к работе, представитель аптеки, получив по телефону инструкции от своего руководителя, закрыл помещение на ключ и погасил свет. При этом женщины-проверяющие остались внутри. На место прибыли рязанские наркополицейские. И только после их вмешательства сотрудницы Росздравнадзора были освобождены. На продавца составлен протокол о неповиновении законным требованиям сотрудников наркоконтроля. Также в Министерство здравоохранения будут переданы материалы для решения вопроса о лишении ООО «Долголет» лицензии на фармацевтическую деятельность. Еще одно регулярное нарушение законности происходит на улице Почтовой. Здесь уже который год усилия городских властей по превращению центральной улицы Рязани в пешеходную зону не могут увенчаться успехом. Никак руководству города не удается пресечь незаконную парковку. Местные автомобилисты уже привыкли безнаказанно оставлять свои авто на проезжей части, а порой и на тротуаре. Никакие угрозы или санкции, похоже, на них не действуют. Впрочем, совсем недавно чиновники городской администрации в очередной раз попытались привести в порядок так называемый Рязанский Арбак. Еще в августе должны были начаться работы по комплексному благоустройству Почтовой. Сегодня наша съемочная группа побывала на Почтовой и увидела реальное положение вещей. Всего на пешеходную улицу Почтовую есть три въезда с площади Ленина, Астраханской и Мюнстерской улиц. Сейчас позади памятника Ленину висят дорожные знаки о запрете поворота на улицу Почтовую. Однако некоторые автомобилисты почему-то игнорируют их требования, несмотря даже на серьезный штраф. Раньше заезд автолюбителей с этой стороны сдерживали еще и бетонные клумбы, которые сейчас почему-то отодвинуты в сторону. Не может удержать лихих автолюбителей от незаконной парковки и знак пешеходной зоны со стороны улицы Мюнстерской. Бетонные клумбы и здесь аккуратно раздвинуты для безопасного проезда. Ну а те, кому не хватило мест на самой улице, запросто паркуются и прямо на тротуаре. Машины у этих автолюбителей, прямо сказать, весьма недешевые и номера, что называется, красивые. Со стороны улицы Ленина знак «Въезд запрещен» заменен на знак «Движение запрещено». На въездах на улицу Почтовую установлен дорожный знак «Пешеходная дорожка». Таким образом, улица Почтовая в настоящий момент предназначена только для движения пешеходов. Госавтоинспекция обращает внимание всех участников дорожного движения, что в данном случае нарушение требований дорожного знака «Пешеходная дорожка» будет квалифицироваться по части 2 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях, где предусмотрен штраф в размере 2000 рублей. Напомним, что еще весной чиновники из администрации Рязани представили общественности схему по благоустройству улицы Почтовой. В рамках проекта предполагалось произвести мощение пешеходной зоны тротуарной плиткой, установить малые архитектурные формы, фонари, скамейки, цветочницы, а также скульптурные композиции. Приступить к началу работ должны были еще летом. Сейчас на дворе уже конец сентября. Однако каких-либо заметных подвижек в этом направлении и не видно. Кстати, проект городской администрации предполагал и полный запрет на движение и парковку автомобилей на улице Почтовой. Похоже, что окончательного ответа на вопрос, когда же Рязанский Арбат будет принадлежать пешеходам, а не автомобилистам, ждать горожанам еще довольно долго. К другим темам. В пятницу Рязанское высшее воздушно-десантно-командное училище имени генерала Василия Маргелова посетил многократный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу Бату Хасиков. Прославленный спортсмен провел мастер-класс для инструкторов по физической подготовке и преподавателей профильной кафедры. Многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Бату Хасиков перед началом своего мастер-класса в десантном училище признался, что еще в детстве мечтал служить в крылатой пехоте. Однако судьба, по словам спортсмена, сложилась иначе. Я вижу, что ребята опытные. Самое главное, наверное, как для педагога или как для наставника, они харизматичные. Вижу, что им интересно. Мне самому приятно, что та информация, которой я сегодня делился, для них она свежая, новая, и я очень надеюсь, что они это возьмут на вооружение. Занятие для инструкторов по рукопашному бою Бату Хасиков начал с разминки. Именитый кикбоксер объяснил, что для развития гибкости он всегда включает комплекс упражнений из гимнастики и даже йоги. Начальник десантного училища Анатолий Концевой сообщил, что в планах и в дальнейшем приглашать профессиональных спортсменов для совершенствования десантниками своих навыков ближнего боя. Так как управлять можно людьми только в том случае, когда ты сам являешься профессионалом, полностью владеешь собственным телом, своей личной подготовкой, можешь регулировать собственную физию и психофизиологию, ну и в конечном итоге это будет представлять целостный какой-то продукт. Далее чемпион продемонстрировал офицерам ВДВ ударную технику из кикбоксинга и более привычного для десантников рукопашного боя. Во время общения с журналистами Батух Асиков отметил, что для развития массового спорта в стране предстоит сделать еще немало. Сейчас нужно еще больше внимания обращать к детскому спорту и студенчеству. Потому что при всем, при том, что мы все это понимаем, что это основа для профессионального спорта и для олимпийского спорта, но прежде всего это должно быть заложено в идеологии нашей страны, ведь дух победителя, он формируется в юном возрасте, и лучший инструмент для этого – это спорт. И не обязательно спорт выше достижения, а хотя бы любительский массовый спорт. И если наши дети и наша молодежь будут иметь возможность полноценно заниматься спортом, и у них для этого будут все условия, и государство будет этому всячески содействовать, тогда мы можем с уверенностью говорить о нашем достойном будущем. Инструкторы по рукопашному бою, как отметил начальник училища ВДВ Анатолий Концевой, передадут увиденное во время мастер-класса своим подопечным. Также в конце прошлой недели рязанские путешественники рассказали горожанам о завершившейся научно-исследовательской экспедиции «Алиутские острова под парусами Русской Америки», продолжавшейся два месяца. И за это время участники экспедиции прошли на яхте «Саваж» более 4,5 тысяч километров по неспокойным водам Берингового моря и Тихого океана. Подробности в репортаже Олеси Харлиной. «Амбишен» – то и дело говорили нашим исследователям местные жители. Участники экспедиции Михаила Малахова и правда замахнулись на необъятное, но то, что вчера оказалось сплошной аферой, сегодня прекрасно выполненная задача. Экспедиция «Алиутские острова под парусами Русской Америки» завершилась. Почти на два долгих месяца яхта «Саваж» стала временным пристанищем для 14 участников проекта. 4 тысячи 30 километров за 33 дня и ночь, которую мы плыли на этой яхте и так далее. Экспедиции предшествовала серьезная подготовка. Тщательно подбирались участники команды – представители Рязани, Москвы, Ульяновска и Архангельска. Конечно, были люди, представь себе, возраст от 18 до 61 года, да? Сергей Николаевич, вот мы отпраздновали 61 год во время... Два дня празднуем, два вечера, потому что один раз по времени российскому, да, раз в 12 часов. Буквально вернулись из вчера, шутит Михаил Малахов. По большому счету так и есть, посмотрели прошлое. В этом году на борту яхты оказалось целых три семейных экипажа. И что примечательно, одна женщина. Это тоже своего рода эксперимент. Мужскую команду частенько упрекали в пристрастном отборе экипажа. И очень так достойно и полезно находила себе место для работы, хотя качку переносила плохо. Обследовать места, связанные с историей освоения гряды Алиутских островов, русскими мореплавателями и промышленниками 18-19 веков мечтали многие. Путешественники провели несколько десятков высадок, общались с местными жителями, знакомились с наследием первопроходцев и собрали интересные научные сведения. Были на Аляске землю, которую открыли наши с вами земляки, рязанцы. Понимаете, вот очень важно было. Никто, почти 200 лет никто ее не видел. Не только в Рязани, но и в России никто не видел. Нам посчастливилось увидеть места, которые миру были вообще неизвестны, которые открывали люди, которые жили вот в нашем с вами городе. И вот мы прошли по их следам и посмотрели. А что же там это есть? Интересно, что экспедиция обнаружила материальные свидетельства переплетения судеб России и Америки не только во времена освоения Аляски, но и в тяжелый для обеих стран период Второй мировой войны. На сегодня это все, что мы успели вам рассказать. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова